Александр Геннадьевич, доброго дня! Расскажите, на какой глубине сейчас работает Олесия и вообще при каких условиях могут вестись работу? Потому что я знаю, что метро это большое напряжение и все не так просто, как кажется, может быть, с первого взгляда. Глубина заложения котлована, где мы сейчас с вами находимся, составляет 12 метров. То есть низ тоннеля находится на глубине 12 метров. Диаметр тоннеля 6 метров. Соответственно, над сводом тоннеля остается 6 метров. Расскажите, пожалуйста, вообще по какому принципу работает механизированный тоннелепроходческий комплекс? Я знаю, что за его спиной более 4000 метров. Он соединил, получается, у нас вокзальную с юбилейной. Сделал два параллельных уже тоннеля. Это у нас четвертый на счету. И вот расскажите, читала, что целый месяц уходит на монтаж и демонтаж самого комплекса, чтобы переставить его с места на место. Почему так сложно? Начну с конструкции этого комплекса. Значит, длина всего комплекса 92 метра. Вес 525 тонн. В состав этого комплекса входят крупногабаритные высокого тоннажа элементы. Поэтому демонтаж их происходит большегрузными кранами. Транспортировка происходит только ночью. Ну, соответственно, сами понимаете, 92 метра разобрать конструкции не так быстро. Все четыре станции соединены, но это крайний тоннель, который соединит двумя путями все четыре станции. К октябрю 2019 года, к началу планируем, проходка будет завершена. И все четыре станции будут соединены по двумя перегонными тоннелями. Расскажите, какая работа сейчас ведется на самих станциях? Знаю, что на вокзальной Ковальской Слободе почти завершились строительно-монтажные работы. И уже на некоторых начинаются даже отделочные. Можем ли мы посмотреть? Ну, мы можем посмотреть сейчас отделочные работы станции вокзальная. Мы с вами входим в уровень кассового зала, вестибюля станции вокзальная. Значит, здесь будет осуществляться пропуск пешеходов на вход и выход. Будут стоять турникеты. Значит, справа от нас блок служебных помещений, будущих помещений метрополитена. Прямо у нас, перед нами, будет находиться лифт. Александр Геннадьевич, так что, мы уже на станции метро? Да, действительно, это платформенный участок станции вокзальная. Значит, в данный момент мы вошли в него с территории вестибюля. Слева от нас находятся ступени укрытые, ступени эскалаторов, которые будут вести с уровня платформы в уровень пешеходных тоннелей, по которым будет происходить сообщение пассажиров, прибывающих на станцию юбилейная. То есть будет трафик между двумя пересадочными станциями. А когда мы вообще прокатимся по четырем новым станциям? Ну, задача стоит пустить четыре станции в третьей линии пускового комплекса в первой половине 2020 года. Эта задача поставлена, мы будем стремиться ее выполнить. Спасибо большое за такое интересное интервью. Уделили нам время и для наших зрителей провели такую интересную подземную экскурсию. А прямо сейчас у нас станция Минск-Курортный. И я расскажу, как преобразились релакс-зоны столицы.